Он меня ударил, а я не ожидал этого, честно скажу Я сказал, я заявление писать не буду, я не хочу, отпустите меня Тут, короче, тут перелом, короче, тут перелом, тут перелом Мне сделали операцию Он поставил мне туда машину Там оставили люди маленький проход для того, чтобы люди проезжали Если я это ему не отомщу, клянусь, я у него успокоюсь, я не успокоюсь Он все же не такой красноречивый, он, брат, тоже пару слов связать не может Когда кипишь, суета, вокруг люди, мысли просто взголы Которые были, сейчас я улетучил, исполнил, да? Пока он не измелься на коленях, пока он не получит то, что я получил, я упрощать не буду Я заехал в торговый центр, купить себе спортивные штаны, футболку, тапочки На парковке не было места, короче И получается, я поставил машину, перекыл две машины Я думал, быстро забегу, куплю себе штаны, футболку и выйду Я там покупал, мне храни говорят, что твоя машина мешает, надо убрать ее Я расскажу все так, как есть, мне нет смысла добавлять, отбавлять Все так, как есть, ситуацию рассказываю, чтобы потом не было никаких слухов Я вижу комментарии разные, пишут Я быстро побежал, короче, на среднем этаже пешком, лифт не стал ждать Побежал по ступенькам, я думаю, там по камерам все видно будет Бегу, и парень меня за руку останавливает, говорит, твоя машина мешает, грубо Я говорю, я знаю, я сейчас уберу ее, говорю, охранник мне сказал И дальше газует на меня, я говорю, тебе что надо, говорю, я сейчас машину уберу, говорю, подожди, говорю, я бегу дальше Он говорит, а ну-ка, пойдем-ка сюда, говорит, в грубой форме Я выхожу, хочу подойти к своей машине Другой подходит и говорит, слушай, машину свою быстро, убери там Я говорю, сейчас уберу, извини, говорю А я могу, извини меня Он дальше на меня газует И тот газует на меня, и этот газует Еще подошел их третий Третий человек вот так газует Я понимаю, что если я буду как-то газовать, то в любом случае там драка возникнет. Я говорю, ну так знаете, я говорю, мы же мусульмане, зачем нам что-то это сделать, давайте успокоимся, ты мой номер запишешь, потом мы разберемся. Он говорит, не будет, пошли сейчас, короче, по нем. А я говорю, нет, я не буду, потому что там было очень много людей, все снимали. Я прекрасно понимаю, что что-то не так, сразу закину, там все, что связано с мной, это быстро распространяется, это всегда. Я ему говорю, слушай, меня люди знают, он говорит, мне все равно, кто тебя знает. Тот говорит, короче, в итоге там, я понимаю, что у меня выхода нету, короче. Я не думал, что он может меня ударить, в итоге. Сейчас все пытаются играть на крипте. Биткоин то взлетает до небес, то батает ниже принтуса. Горе инвесторы теряют миллионы, а новичкам здесь не место. Компания Авалон анализирует, прогнозирует рост и падение крипты на рынке. Тот же самый биток, как и любую другую крипту, лучше покупать на спаде, а продавать на пике курса. Авалон так и делает уже более пяти лет. Крипта и современные технологии – это по их части. Это площадка для тех, кто хочет заработать на инвестициях. Конечно, любые вложения – это прежде всего риски. Большую часть Авалон берет на себя и каждый день начисляет проценты к вложениям. Проходи по ссылке в описании и получай ежедневный пассивный доход. Ну, он меня ударил. Я не ожидал этого, честно скажу вам. Я вообще не ожидал, что он может меня ударить. После этого удара, короче, он хорошо походу приедет. Я на видео видел, хотя челюсть нормальная. Аль-хамдул-люда, все на месте. Пропустил пару хороших ударов. У меня прям конкретно кровь пошла. Я вообще не понял, что случилось. Ну, просто я в шоке, что взрослые пацаны, да, взрослые пацаны старше меня. Вот зачем толпой, да, вот можешь один на один как-то решить. Тем более я сказал, извини меня. Извини меня, сказал ему, что машину вот так поставил. После этих слов, как можно там что-то говорить в грубой форме, тем более я гость у него. После этих слов он все равно меня газует. Ну, понятное дело, он меня узнал, как-то хотел, знаете, выпендриться перед своими, не знаю, с друзьями. Он с друзьями был. Ну, мне не понравилось, короче, эта ситуация мне очень неприятна. Вот это все, что случилось, это полная ерунда. Это полная ерунда, вообще, типа, знаете, это бывает. Это такая жизнь, может быть, я кого-то там ударю, и меня ударят. Это нормально. Просто взрослые пацаны, тем более, знаете, мы земляки, да, вот, наши соседи. Что так получилось, мне обидно. Ничего страшного, это нормально. В итоге, короче, полиция приехала. Я хотел быстро передеться, короче, чтобы никто не заметил. Я не думал ничего закидывать, но я примерно понимал прекрасно, что быстро распространится. В итоге приехал наряд. Говорит, заявление надо будет писать, короче, потому что ты-то популярный, твое дело распространится. Я сказал, я заявление писать не буду, я не хочу, отпустите меня, мне надо домой, короче. Мне надо домой, я хочу переодеться. Просто мне это не нужно. Итоги, короче, забрали в отдел, там, я заявление написал, просили писать, ну, там, пару часов я не написал, короче. Я этим не хочу как-то выпендриться, да, и так понятно, что я заявление писать не буду. У нас так принято, мы никогда в жизни на пехоту, вы меня убьете, никто заявление писать не будет, короче. Итоги, короче, поехал я в больницу, например, когда сделали снимок, там у меня, тут, короче, тут перелом, короче, тут перелом, тут перелом. Мне сделали операцию, подняли. Как я поступлю, да, по отношению к этому парню. Клянусь, если мы с ним подрались бы один на один, если он по меня побил бы, мне вообще не было бы обидно. Но когда просто нежданчиком с толпы тебя бьют, тем более, знаете, я один такой, что я один приехал туда, я один был. И тогда толпой тебя, вот так, ну это чуть обидно было, знаете, это задевает чуть мужское. А на один на один, если побили бы, мне было бы все равно. Но он решил меня вот так ударить. Но, честно сказать вам, после этого приехали старши, там масля, там руку дать. Я руку давать не буду, потому что, если я это ему не отомщу, клянусь, я у него успокоюсь. Я не успокоюсь, наверное, все, что есть у меня, наверное, все, что принадлежит, я все отдам, чтобы, знаете, вот, чтобы он почувствовал это на себе. Пока он не извиняется на коленях, пока он не получит то, что я получил, я упрощать не буду. Вот, и, короче, вот такая тема. Значит, пацаны там его окружили. Если тебя, например, окружили где-нибудь, ты же не будешь там, брат, задний давать, правильно же? Вот. Сладисом, он там же задний тоже не дал, же, и его там на туре побили, брат. Это вообще, я считаю, это неправильно. В Ацаку, смотри, этот, просто мы там не были тоже, в Ацаку, поэтому эта ситуация, я не знаю, как. Вот как мне преподнесли, что он поставил мне туда машину, там оставили люди маленький проход для того, чтобы люди проезжали. Когда люди подходят тебе с вопросами, окружают в Ацаку, я думаю, что надо это все аккуратно, все надо, хладнокровно. Ну, мне как сказали, он газовать начал, вот так. Ну, на видео видно, же, что он, знаешь, он просто сказал, же, типа, езжай тогда, типа, же, типа, вот, понял? Он, что же, не такой, же, красноречивый, же, он, брат, тоже пару слов связать не может, же, там. Когда кипишь, шуида, вокруг люди, же, там, мысли просто, же, прям, с головы, которые были, же, все улетучились, понял, да? И он, видимо, же, там, давай доезжать, когда что-то такое, что-то такое сказал, же, что-то такое, в таком роде его зале ударили, же. Это экстенция. Ну, это, знаешь, вот так вот, там все порывы эмоции, и он там где-то, наверное, спылил. Здесь тоже пацаны, наверное, когда разговаривали, другого варианта не было. Это то же самое, вот, как у меня с Никулиным момент получился. Я не хотел на него руку поднимать, но разговор довел до того, что мне пришлось поднять руку. И там, может быть, и там, может быть, точно так же, вот, люди диалог ведут, вроде бы, аккуратно, все, общаются, и чуть-чуть накаленка начинается, и вопрос становится ребром. Либо ты обосрался, либо ты должен, ну, что-то сделать, брат. Я не знаю, но вот мы, например, дагестанцы, чеченцы, именно тот народ, который, ну, такой, понял, который где-то там найдет лазейку, выход, выход всегда из положения есть. Вот сейчас мы можем этот момент обсуждать, брат. Но на тот момент, на ходе страны, вряд ли кто-то нашел. И вот, видишь, получился бардак. Смотри, что, дагестанцы, брат, жесть, горячий народ. Чеченцы тоже горячий народ, понял ты? У нас, да, понял, там, мы должны здесь, у нас иногда кулаки хотят решать вопрос, понял ты? Поэтому нужны старшие, чтобы были, чтобы вырулили ситуацию, сказали... Ну, да, мы должны промоевать ситуацию, то, что было. Всегда нужно присутствовать старшие в таких ситуациях, чтобы старший был, поговорил с обоими резал, обоих их оттянул. Они так, понял, то есть стоят, смотрят, один на камеру снимает, понял, да? Другой там, говорит, мизанчиком бьет. Вот так вот это на камеру снимают, они, вот это вообще их не на них крайний поступок был. Это же, это же, в конце концов, не трешок, это не шоу, это, брат, жизненная ситуация. Если выбирать между Москвой и Алматой, где мне жить, я выбираю Алмату.